24-ю годовщину принятия закона о реабилитации репрессированных народов отметили в Краснодаре. По традиции в этот день прошел большой казачий парад. Посмотреть его на театральную площадь пришли более 15 тысяч человек. В числе зрителей была и Мария Крошная. Проверили знаки отличия, значки. Ремень должен быть на какой пуговице? На второй. Да, не кажется ли он тебе как-то слабо? Перед началом праздничного шествия 13-летний Максим получает наставления от старших товарищей. Это его первый парад. В кадетский корпус Новороссийска потомственный казак поступил всего год назад, а уже сегодня возглавляет целый взвод барабанщиков. Волнение есть. Это же первый раз. Маршировать хорошо буду, уверена. За последние годы кубанское казачье войско заметно помолодело. Промаршировать по Красной приехали больше двух тысяч юных казачат. Взрослые признаются, за будущее теперь спокойны. Молоденькие – это самое хорошее дело. Это значит, что нет традиций казачьих, если у них казачьи дети. Это гордость, это вообще дух поднимается сразу. По традиции, перед тем, как отправиться в путь, провели молебен. У собора Александра Невского владыка Исидор благословил атамана в войсках и всех казаков. «Благословен Бог наш, всегда, ныне и пресно, и вовеки веков». После подбой барабанов и звук оркестра с тройными рядами они стартовали на театральную площадь. Впереди несут знамя кубанского войска. Это самая большая святыня казачества. Многотысячную колонну приветствуют жители и гости города, а некоторые даже пытаются подражать героям праздника. «Я хочу так же маселовать». На главной площади казаков встречает атаман Николай Далуда. Он принимает командование парадом и обходит каждый расчет. О готовности докладывает и у губернатора Вениамину Кондратьеву. «Казаки кубанского казачьего войска, кадеты казачьих корпусов, военнослужащие, школьники казачьих классов общеобразовательных школ для парада построены». «Вольно». В центр почетный караул вынес жалованную грамоту Екатерины II и регалии войска, возвращенные из эмиграции. Сто лет назад казаки подверглись беспощадным гонениям и истреблением, когда сразу после прихода к власти большевиков казачий народ был объявлен вражеским. Право на свою историю казаки вновь получили почти четверть века назад с закона о реабилитации репрессированных народов. «Без малого четверть века мы собираем по крупицам все, чем жили наши предки казаки, что было им дорого – обычаи, жизненный уклад, боевые регалии и культурные ценности. Все, что должно быть свято для каждого, кто живет на кубанской земле». Открыл торжественный парад взвод барабанщиков. Следом чеканят шаг расчеты отделов кубанского войска, кадеты казачьих корпусов, пешая иконная группа почетного караула, артисты кубанского казачьего хора. Всего около 6 тысяч человек. Точно так же чеканят шаг, только уже по Красной площади в Москве пройдут кубанские казаки через две недели. В этом году они впервые, спустя 70 лет принимают участие в Большом параде победы. Коробка из 120 казаков на праздники в столице – это продолжение традиций прошлого и еще одно доказательство того, что кубанское казачье войско, как и прежде, стоит на защите Родины. Мария Крошная, Денис Перец, Денис Маскаленко, Купань-24, Краснодар.